доброго времени суток дорогие друзья с вами олег денисов а к баневур и мы начинаем жизнь новой рубрики не знаю как назовем ее пока реинкарнация забытых творческих наследий варкрафта все это связано с таким персонажем как зонтик который когда-то вел активную жизнь на гудгейме надеюсь сейчас в добром здравии хорошем расположении духа так вот этот парень по имени зонтик посвятил свою деятельность на гг сбору интересных необычных неординарных реплеев по варкрафту самых разнообразных патчей собирал их в паке выкладывал народ смотрел радовался и благодарила души где он их брал тоже для нас большой секрет но тем не менее откуда-то они у него брались все эти демки отличала абсолютный сумасшедший безумно неординарное развитие игровых сюжетов или необычные герои взятые игроками либо необычные стратегии либо в принципе необычная необычный поворот событий в какой-то из моментов игры и с переходом гудгейма на новый движок эти реплеи таинственным образом исчезли но не для всех руками аспиранта мы нашли эти демки и будем их вам представлять в формате видеороликов вводов с комментариями от вашего покорного слуги что ж мы начинаем загружаем первый ролик играет орк лейка 2701 2002 что выдает в нем человека довольно молодого судя по году рождения и северная девушка которая будет отстаивать расу ночных эльфов лейка играет ордой на карте тиренас что же давайте посмотрим чем закончится это противостояние расположился внизу орг наверху и эльф ставит агрессивный барак для криппинга обсерватории в общем стандарт для эльфов маневр ничего пока необычного не происходит вот тоже открывается через алтарь и борол этот рабочий я уверен сейчас начнет производить бараки урачи куда побежит blade master пока большой секрет дело в том что он может попробовать помочь эльфу покрепиться не уверен что по таймингу успевает добежать но тем не менее поскольку барак у эльфа агрессивный те же самые хуманы часто принимают решение о застройке в таком случае потому что эльфу крайне тяжело от этого отбиться у тебя барак на криппинге твоя база соответственно твоя база соответственно открыта и ты просто не успеваешь успеваешь воспрепятствовать постройки башен пока там ты построишь второй барак пока будут арчи добегать от первого ты просто будешь окружен башнями посмотрим 600 pink пишет лейко файтинг вызывает на бой северную девушку северная девушка тоже не отличается очень мощным пингом у нее 200 делу сделано эльфа мы видим делаю такую застройку сплошную чтобы blade master в будущем не мог похарасить виспов и начинает свой криппинг с бараком который съедает елку арча вызывает стандартный lighting shield от архимага крипа и пока что все в порядке у эльфа орк его не разведывает заметьте эльф повесил одного стратежного виспа на выход с базы орков и видим на мини карте что blade master тоже побежал на так называемый лут шмоток выбивать девайсы из разного рода крипов а это и не blade master вовсе вот оно в чем дело действительно это же демка зонтика поэтому конечно какой blade master когда эту этот реплей свою коллекцию отобрал зонтик это taurian chieftain и это означает что орк скорее всего будет играть через хэд-хантеров и стомп правда против демон-хантера это не очень не очень выгодно поскольку пара монобернов превращают taurian chieftain просто в taurian который может бегать и давать только лишь скорость передвижения и восстановления жизни своих и нас атакую но уже интересно будет нестандартно тем временем барак продолжает клипинг уже следующей точке магазина эльф не видит ничего что происходит в жизни у орка потому что орк пока в его поле зрения не появлялся более агрессивную разведку с лиспом он не делает демон-хантер уже почти третьего левела с перчатками скорости с цироклетом и с очень важным на этой карте особенно и темом который видим в правом нижнем углу его слота эти глазки могут контролировать почти всю карту тиринас поскольку мы видим что по земле можно пройти только двумя коридорами двумя выходами поставим в одно одном и в другом на другом и точно знаем где передвигается орк либо же ставим их в центре карты и также контролируем весомую часть карты и центральную этот аллею широкую а орк приходит к эльфу и внезапно эльф обнаруживают что там никакой не блэйд мастер там tauren с грантами которые к тому же начинают застройку зачем-то эльф от страха ставит два сантри варда не знаю против чего он их поставил поскольку tauren совершенно не может уходить в инвиз и вышки растут на базе у эльфа а о эльф в свою очередь начинает тут же отвечать древами войны это застройка ребята биты демон-хантер пытается вместе с арчой отменить вышки с одной ему даже это удается но он попадает в окружении отменяет еще одну вышку нажимает телепорт лесопилка орка это понятно иначе вышек бы не появилась дальше скорее всего поедут катапульты а орк вгрызается в бараке но два барака уже построены три барака построены эльф очень вовремя среагировал и у него будет довольно приличное количество арчей при отсутствии у таурена маны на стомп это должно порешать две вышки тем не менее достраиваются мне кажется что под псевдонимом лейка играет никто иной как знаменитый застройщик тейкер который любил застраивать башнями абсолютно все расы и вносить архитектурное разнообразие в творческий ансамбле той или иной расы хантерс холл тем временем закладывается эльфом в сторонке он нужен для очень многих вещей в том числе вообще хантерс холл здание дефолтное очень много грейдов полезных в нем поэтому без него никак опять же катапульты по моему эльф может построить только после хэ-хэ вышки продолжают строится антарс холл тоже в свою очередь уже практически произведем и это будет долго и утомительная осада чтобы пробрить эти вышки эльфу потребуется катапульты баллисты так называемые эльфийские катапульты интересно делает ли эльф грейд на тир-2 очень уж нужны баллистам стальные болты которые дадут им способность прошивать одним выстрелом сразу несколько зданий и юнитов а вышки начинают достреливать до колодцев колодцев орка у эльфа практически не остается но вот больше эти вышки никуда продвинуться точнее не до чего достать не могут поэтому потеряв пару колодцев эльф или выпускает две баллисты и таурен тут же бросается в их сторону правда сейчас пофокусили его немножечко до орг начинает охоту за баллистами баллисты начинают на утек на утек пускаться от грантов под деревьями в принципе можно попробовать контроль этот момент правда тут и таурен должен как-то выживать покупает инвул включает инвул инвиз там еще можно взять а орг тем временем приобретает точнее эльф дириж бомбль чтобы контролить баллист очень грамотное решение поскольку орку совершенно нечем дирижабль атаковать и дирижабль может быстро пересаживать боли баллисты с одного места на другое вышки больше ни до чего не достраивают только лишь одна вышка стреляет потом подрывники подрывники сказали привет орк ведет подрывников боже мой что происходит какая заруба какое стремительное развитие событий грантов теряет орг баллисты продолжают настреливать в обход идет и хантерс холл надо взорвать хантерс холл это важно может быть даже в нем играет какой нибудь делается но очень аккуратно пробегает подрывник пробегает пробегает и взрывает протектор который только что был отстроен несчастным эльфом что же делать ничего в общем то вышки стоят орка красиво но пока не очень полезно хотя вот одна из них только одна из них стреляет по мейну начать гранты гонять баллисты самое главное не позволить эльфу стрелять по этой единственной вышки а там наверняка под шумок строится еще несколько горка тир-1 по-прежнему то время чифтан лечится корова щиплет травку мирно возле башен своих и снова пускается в погоню за баллистами кстати дирижабль то уорка в итоге они у эльфа странно там просто я в том что когда покупали дирижабль видимо поменяли обзор и красным стал орк а я до этого увидел что красный был эльф но тем не менее дирижабль орка вот эльфу был бы крайне не бесполезен этот юнит поскольку так тир-2 делает ушастый этот юнит поскольку можно было бы вот таким образом спасать баллиста от назоревых грантов коровы ну здесь застройка проваливается поскольку дальше продвигаться вышками не может орг из-за баллист из-за сторожевого дерева которое все таки появится еще и встает проблема не иллюзорная что же дальше что же дальше то время чифтан дроби спасаются дирижаблем очень от такой чуткий и заботливый у нас орг не отдает ни пяде земли эльфу ни одного юнита даже таких вот казалось бы малоценных как рабы рабочих отвозят назад на воздушном такси на базу застройка отменяется ну по крайней мере пока на данный момент что же дальше дальше орку нужно наверное выходить в тир-2 и продолжать какую-то стандартную игру хотя называть стандартной игру в таком составе юнитов уже довольно сложно эльф делает тир-2 он уже у него подходит к концу и можно с хантрес холлом построить например тех же самых хантрес который неплохо разбираются с грантами и под прикрытым хантрес попробовать с баллистами пропушить оркой правда тот может построить виверн и тогда вся весь этот ансамбль упадет сейчас эльфу нужно понять что же дальше планирую делать орк варень чифтен без маны совершенно естественно он качает будет качать вторую ауру потому что против демон хантера совершенно не нужна ему мана не успеет он сделать и двух стомпов а с аурой гранты будут все-таки как-то пободрее поэнергичнее поддинамичнее эльф тем временем выезжает на криппинг с четырьмя баллистами бараком ой какой неприятный лс накладывают на баллисту то вынуждена покидать место стройные ряды своей армии но при этом придамажила немножечко союзников в это время орк вот если бы он взорвал хантрес холл свое время то можно было попробовать давить подрывник пробежал мимо него взорвался в староживое дерево стоп на кого от ктаурена совершенно не нужны кстати вот у эльфа есть еще отличная штука аура защиты в принципе пригодилась бы хантресом я по-прежнему в принципе можно было бы виверн под законтрить дриады арчами добавленными в армию но просто аура защита очень хороша при противостоянии гранты хантреса поскольку там не будет такого уж фокуса по юниту да как например в составе армии рейнджовой и соответственно соответственно это аура защита очень поможет очень поможет распределим поможет в этом противостоянии что стенка на стенку аура защиты работает прекрасно постройка гораздо эффективнее чем в тех случаях когда юнитов окусятся но что же у нас зеленокожий друг он продолжает контролить дирижаблем и окружает демон хантера явно недоконтролил эльф он бьет почему-то коровы зачем ты бьешь коровы надо бить гранта замазывает гранта и зачем-то зачем-то отступил грант орка в общем орк отпустил эльфа по каким-то причинам я так и не понял почему демон хантер просто бил по корове он бы не убил ее по динамике и вот я лайк делаем понятно в общем что-то не получилось контролить у орка делай пинг 900 все дела а эльф закладывает нычку а вот и дирижабль эльфийский он у него тоже есть дрядки для того чтобы но думаю много их не будет чтобы штрафовать грантов отступающих все будет зависеть от того насколько а тут катапульты а катапульты демон хантер в качестве десантника ввс готовится видимо дислоцироваться где-то на пересеченной местности и устроить диверсию а у эльфа начинает работать нычку в принципе сейчас у эльфа все хорошо у нас бился от застройки он заложил экспант и ему сейчас нужно понять что планирует орк что планирует орк на что он способен а гиржабль уже понять никс войск который будет строить орк чтобы соответственно подготовить контру дрядки с демон хантером идут на разведку разведку боем ему нужно увидеть хотя бы одну выходящую катапульту орк мастит грантов и катапульты вот такой вот состав три катапульты уже готовы эльф все понимает все видит чем отвечать ему на катапульты ну 4 катапульта бог ты мой играет на демочка то пультом но это будет война война баллист война осадных орудий играть на тир-3 я думаю медведев медведи отлично подойдут против грантов катапульт потому что хантер с рядами конечно будут рассыпаться под шквалом осадных орудий теряя здесь время эльф на мой взгляд ему нужно крепится вместо того чтобы непонятно что делать он явно здесь орка не нахарасит нормально так эльф посылает катапульты через верх встречает только снизу здесь две дрядки контроль от вот кто снизу непонятно за кем гонятся покажите дрядки до отправляет ряды эльф на базу корку и мешает тому выйти выйти в атаку видите на золи два магазина здесь ничего себе в пафашном на играет орг а орг отправляется на застройку номер два с катапультами застройка номер два конечно гораздо проще пойдет а вот у эльфа уже здесь баллиста во всю настреливать по урочему мейну и вы знаете этот бейс-рейс мне кажется будет в пользу эльфа потому что хотя с другой стороны база нет нет беру свои слова обратно порт сейчас мог бы навалиться момент эльфа 5 катапульт пол пачки грантов сбрили бы это довольно быстро сбили бы это практически молниеносно и дальше можно было бы выигрывать ну а там грейд на медведей недоконтраливает рабов орг убивают и не все боросы соплай блоку эльфа тем временем я думаю что и у орка такой же абсолютно да и минус-мейн минус-мейну эльфа все правильно делать делает орк кстати он разведал нычку эльфа я вот вижу что рудник не прикопан что там с деревом непонятно неужели она уже неужели она уже лежит на земле до дерева нет а ведь нычка была довольно быстро все взорвало уничтожил орк и как видите бейс вот теперь можно сделать телепорт телепорт обратно и выиграть игру отбить свой мэн у эльфа нет никакого инкома у него соплай блок он строит лунные колодцы для того чтобы этот соплай блок преодолеть но но идет в полный боя из рейс я не знаю это 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 была не очень хорошая идея не знаю был ли у него телепорт на посмотреть на поваре на тем не меня мэйна горка тоже нет но есть возможность построить нет возможности у него 19 голды друзья строят лесопилку орк в секретном месте и продолжается полный бейс-рейс размен базами напоминаю что тот кто уничтожит все здания противников автоматически санят победителем в этой игре demon hunter ну дирижабли понятно полезно с обеих сторон спасают очень уязвимые катапульты и баллисты более demon hunter с катапультами разбирается крайне эффективно при отсутствии прикрытия а здесь эльф продолжает продолжают уничтожать но у орка мы видим он поставил очень грамотную лесопилку лесопилку на экспанте эльфа я думаю что эльф побежит искать дополнительные здания орка где угодно но только не на эксперт попытка прижать demon hunter к лесу не увенчалась успехом так так лесопилка то строится катапультами эльф уничтожает последнее здание медведь нападает на баллисты минус 1 баллиста минус 2 баллиста минус 3 баллиста demon hunter а здесь внизу снова попадает в окружении ушастый у него есть телепорт но куда телепортироваться то кому видимо очевидно будет телепорт но не будете ряде манхантера до вовремя заменяют орг своих грантов что телепорта будем жать а где здание то у эльфа я не совсем вижу вот там вот что-то растет возле базы орка квадратик но по идее надо было жать телепорт он телепортировался бы к нему к этому мун велу последнего оставшимся нет здесь еще три нормально живем живем продолжается бы из рейс эльф ничего не подозревает об этой лесопилки и вот тут дирижабль вдруг внезапно обнаруживает такую подставу начинается стрельба по лесопилки по рабу который не знаю зачем рубит лес лесопилка под ударом лесопилка под ударом бежит орк вниз катапульты высаживаются дирижабль может легко поконтролить высаживать баллисты очень здорово орк успевает прикрыть баллисты в дирижа катапульте в дирижабле война дирижабли и высаживаемых катапульт очень интересная битва на микро приходит таурен будет защищать но но катапульты тогда баллисты могут стрелять из-за реки все правильно достреливают и туда катапульта а у эльфа есть еще три мунвелла 3 и конечно же он выигрывает в этом размене почему орг не сделал телепорт тогда на когда мэйн его был жив а у эльфа были убиты оба оба главных здания я не понимаю так как стервятник летают вокруг оставшийся последний живой лесопилки эльфийский дирижабль кого здесь наймем кого здесь наймем на внимаем подрывника и так сейчас будет невероятный развод удастся или нет лесопилки осталось собственно на взрыв она умирает здесь катапульты не дают высадиться баллистом пришел медведь четко контроль торг но подрывник но надо как-то отвлечь отвлечь армию орка от лесопилки и вот для этого я думаю будет высаживать сейчас катапульта и медведь катапульта высаживается медведь агрится на это орг высаживает 2 баллиста и держится держится у эльфа тоже нет денег на постройку катапульта там доехала до лунных колодцев боже мой сейчас эльфу надо как-то отвлечься демон хантера то нет у него боже мой подрывник бежит по нему бьют гранты в изрыв и минус лесопилка у орка на этом игра заканчивается да ну что интересно необычная игра интересный поворот сюжета орг мог выиграть тп что я не уверен что у таурена был телепорт но если был то его нужно было конечно делать неплохой был развод с подрывником от эльфа и что еще что еще да в общем то наверное все об этой игре я надеюсь вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь обязательно на канал и на вас во первых на канал good game на канал youtube и на мой канал на ютюбе где помимо прочего будет также очень много контента посвященного варкрафту с вами был олег банибур денисов всем большое спасибо за внимание и до новых встреч в нашей свежей рубрике пока